Всем привет, дорогие друзья и гости нашего канала. Всем привет из солнечного Мерсина. Солнце светит, жарко. У нас, как всегда, жарко. Не знаю, сколько сегодня градусов. Наверное, градусов 27-28 точно. Дом уже почти достраивается. Я думаю, еще полгодика и все. Уже начнут заселяться люди. Я думаю, что его уже даже выкупили. Уже, наверное, нет и свободных квартир. Быстро строит. А я хочу позавтракать. Вы знаете, мне даже не хочется есть. Мне всегда с утра не хочется есть. Сейчас уже 11 часов, начало 12. Я вообще не хочу есть. Но надо, надо что-то же поесть. Возьму хлеб для завтрака. Сыр. И салам. Птичка моя, да, Кеша? Птичка. Кеша, скажи всем доброе утро. Кешенька, как дела, птичка? Как дела, Кешуни? Как дела? Разговаривает. Сейчас не хочет, кричит. Ага, птичка, да. Сейчас сделаю себе пару бутербродов. И чай. Такая пыль несется с окна. Окно-то все время открыто. И пыль, вот на черном все видно. Я постоянно вытираю пыль. Наверное, раз в 20 за день я вытираю пыль здесь, на столешнице. Кстати, кто живет в Турции, вот это очень неплохой сыр. Эзине классик называется. Он не соленый, он классный, суперский. Значит, здесь 720 грамм. И 86,33 он стоит. Эзине классик. Очень неплохой сыр. Вот этот сыр мне очень нравится для завтрака. Он в Биме в основном продается. Кошар Пионер. Вот такой Канбей. Тут фирма Канбей. Бренд. Неплохой для бутербродов. Он такой мягкий, хороший. Ну и вот эта вот индюшинная колбаса неплохая. Сейчас чай сделаю и все. Я не ем ни маслины. Вот Халил ест маслины, яичницу, колбасу жарит, сучук. Турецку нет, я это не люблю. Вот этого два бутерброда достаточно. А потом аж вечером уже, если что-то перекушу. Среди дня могу есть фрукты. Значит, вчера. Я обычно очень поздно ложусь. Наверное, часа три ночи. А до этого времени я листаю Ютуб. Смотрю своих блогеров, которые я уже очень давно смотрю. И вот одна моя блогер, которую я смотрю, наверное, уже лет... Как сюда приехала, начала ее смотреть. Восемь лет. Она, кстати, к нам приезжала в гости в прошлом году. Очень хорошая женщина. Значит, она рассказывает за одну женщину, которая тоже живет в Америке. И у нее есть турецкий любовник. Эта женщина сама, она блогер тоже. Вот. В общем, я три видео посмотрела. Все, о ней она говорит и говорит. Думаю, ну что там такое. Значит, перешла я на канал этой женщины. Не буду ее называть. Просмотров там не очень много. Подписчиков тоже. Что там происходит. Потом смотрю там уже на эту женщину. Там куча открытых каналов. Хейтеры открыли каналы. Ее хейтят там. Сенсация прям. Значит, у этой женщины любовник на 30 лет моложе. Турак. Вот эту корочку. Я, кстати, тоже не ей. Я ее убираю. В общем, значит, любовник у нее турок. Ей так, наверное, на вид, я думаю, лет 55. А ему, ну, где-то до 30. Ну, может быть, 30 максимум. Я думаю так. Не больше. И вот я так поняла, что они уже давно вместе. Может быть, года, наверное, 2-3 вместе уже. Она и этот парень молодой. Кофе пью. Уже третий стакан кофе с утра. Думаю, надо же перекусить. Вот. Ни огурцов, ни помидоров я не хочу. Только вот это вот. Завтрак. Все. Достаточно. И вот же, значит, она на 30 лет старше этого парня. Турецкого. Мачо. И она начинает рассказывать там. А, я, значит, посмотрела самые такие... В перемотке посмотрела самые популярные видео. Значит, я принимаю ислам, название видео. Одеваю, значит, парангу. Как будто бы здесь кого-то, кто-то заставляет... При замужестве здесь, при женитьбе, кто-то заставляет кого-то принимать ислам. Вот. В общем, ну, понятно, что это все для контента. Что она принимает ислам. Значит, потом есть видео, какие нужны документы для свадьбы. Они пошли узнавать в ЗАГС. Потом другое видео. Ну, я минут по пять посмотрела фрагменты. Потом еще одно популярное видео. Значит, свадьбы уже не будет. Потом еще одно видео. Мама его, мама против. Какой вывод сделала я с этого всего? Я думаю, что просто эта женщина делает контент на этом хлопце. Что у них какая-то договоренность. Она сама с Америки. Может быть, ему нужна виза жениха. Потом при совбеседовании, потому что ему дальше понадобится гражданство, при совбеседовании он покажет вот эти вот все видеозаписи двух-трехгодичные, что они таки вместе были. Вот. Что это не фиктивный брак. Ну, а ей он, наверное, нужен, я так думаю, для контента. Для канала. Потому что так по виду вроде бы женщина не глупая. Мне кажется, что все это ерунда, что все это контент. Ну, а если это не ерунда, так как ее обсуждают, что она действительно его любит, и она действительно говорит, что у нас такая с ним любовь, ну, я не знаю. Тогда это дурость и глупость просто с ее стороны. Не знаю. Ну, я никогда не поверю, чтобы парень 30 лет влюбился в женщину 55 лет. Я никогда в это не поверю. Все это ерунда. И ей не нужно обольщаться. Если это не контент для канала, а действительно она его любит. Ну, я не знаю. Я не знаю. Я считаю, это дурость. Не знаю. У меня никогда, вот, например, не было там парней младше меня. Я этого не понимаю. Мне не нравятся парни, которые вот младше меня. Мужчины, парни. Мне не нравятся. Во-первых, что с ними делать? В юном возрасте, когда, например, парень младше тебя, он вообще как ребенок. Его надо воспитывать. Там, не знаю, рассказывать элементарные вещи. Ну, как-то я не знаю. Ну, не то это. Для чего, для чего вот ей нужен этот парень 30-летний? Я не знаю. Содержать его? Он же просто альфонс. Как она говорит, что работы у него нет. Он такой работяг, а сейчас работы нет. А сейчас работы нет в Турции. Он сам с Измира, этот хлопец. Сейчас работы в Турции нет. Экономика вообще, я не знаю, упала уже ниже плинтуса. Цены на квартиры сумасшедшие. Банки кредиты не дают. Потому что кто же их отдаст? Это большой риск. Естественно, их не будут давать. Большой наплыв иностранцев. Сейчас очень плохая ситуация в Турции. Огромные цены на все. На продукты. На коммунальные услуги. Поэтому, естественно, она ему нужна. Если смотреть с его стороны, то, естественно, она ему нужна. Она сюда приезжает. Может быть, она из Америки ему на карточку деньги кладет. Присылает деньги. Это понятно. Ну, какая любовь, может быть? И она ему все ашкин, ашкин, ашкин. Это по-турецки моя любовь. Ну, как-то. Я не знаю. И у него машина, Ниссан. И вот они катаются на этой машине. И такая любовь. И то мы идем в ЗАГС, то мы не идем в ЗАГС. Потом мама его против. Естественно, мама будет против. Если, например, мама не в сговоре с сыном, то, конечно, мама будет против. Сын, во-первых, ни разу не был женат. И тут приводит тетю 55 лет. У которой уже свои дети, внуки. Не знаю, есть ли внуки. Ну, может, и есть в 55 лет внуки. Я же не смотрела такие каналы. Немножко только. Слышала, что говорила, что дети есть. Невестка. Она с невесткой там куда-то ходила. Я просто... Я не знаю. Зачем это надо? Не знаю. Я вот такой человек. У меня такой характер. Я бы никогда не содержала мужчину. Нет, никогда. Для меня, если у мужчины нет денег, и он не содержит семью. Если, например, пришла с ним в ресторан, или поехала на отдых, и я должна платить за себя. Зачем мне такой мужчина? Я просто не чувствую себя женщиной, а его не чувствую мужчиной. У меня сразу пропадает вся любовь. Все. Нет никакой ни любви, ни симпатии, ничего. Все. Я сразу охладеваю. У меня, слава богу, такого не было. Но я просто вот себе представляю. Чтоб со мной жил, например, молодой мужик, и я должна за него платить, работать, содержать его. А что еще надо им? Ничего себе. Да, блин, я не знаю, ну вот уже женщины в возрасте, да елки-палки, если у вас есть деньги, да, у вас есть работа, а у нее есть работа, в Америке тем более, у нее есть работа, все есть. Зачем оно надо? Едь в Америку, живи для себя. У тебя дом, машина, деньги. Найди себе мужика, подстать себе. Все. Пусть, допустим, ты уже там не хочешь замуж, встречайся с ним пару раз в неделю, там, для удовольствия, для здоровья. Все. Сама живи в свое удовольствие. Я не знаю, это мое мнение. Ну, если, конечно, предлагает замуж, вот, но ровесник или чуть старше, ну, извините, разница в 30 лет, ну, тут же уже все понятно. Для чего она ему нужна? Это же понятно. Что она ему нужна для американской визы и так далее. Что она ему нужна просто для Америки? Он хочет ехать в Америку. Это ясно. Как божий день. Это первое. Второе. Как, например, мне всегда интересно, как чувствует себя женщина лет 60, мужчина лет 30. Вот, например, при нем же нужно раздеться, да? Давайте так вот, на чистоту. При нем нужно раздеться. Он молодой парень. Ты уже такая вот с дряблым телом. 60 лет. Как бы ты ни молодилась, ни хорохорилась, но в 60 лет по-любому будет дряблое тело. Дряблое тело. Уже все не то. Ну, все уже совершенно не то. И он молодой, лежит рядом. Как женщины не стесняются? Я не знаю. Для меня это непонятно, правда. Для меня непонятно, как содержать мужчину и как вообще с ним лечь в постель со своим сыном. Не знаю. Не знаю, как женщина себя чувствует. Для меня это непонятно. Напишите свое мнение. Может быть, я не права. Не знаю. Может быть, и есть любовь, когда разница между мужчиной и женщиной 30 лет и женщина старше. Я не знаю, может, и есть любовь. Но мне кажется, это на миллион один случай, когда есть любовь. Все остальное это только материальное. Не знаю. Ну вот, он ее провожал, там она уезжала в Америку, в аэропорту. Вот она уезжает и она говорит, что вот он будет так скучать и я буду по нему скучать. Но она, понятно, будет скучать по нему. Он будет так скучать. Он сейчас, значит, поедет домой. Это спится, будет дома. Я думаю, да кто там будет дома? Как он будет дома? Он сейчас поедет к друзьям. С друзьями он поедет в кафе. И на твои деньги будет поедет, кормить друзей. Плюс там будут девчонки рядом сидеть за столиком, которых он потом пригласит к себе за стол. Или у него уже есть эта девчонка. То есть, я не знаю, я бы, например, постоянно у меня была бы в голове такая мысль. И что он там за мои деньги кормит поэтам девчонок молодых. Кто там будет за мной скучать? Ради бога. На 30 лет разница. То ли женщины такие наивные. Если это не контент, если это не контент, то тогда эта женщина очень глупая. Не знаю. Это очень глупо. Тем более, она говорит, его мать там в шоке, мать против. Мать как узнала, у нее там был чуть ли не инфаркт, не инсульт. Да я думаю. Если мать с ним не в сговоре, если они не аферисты, не брачные аферисты, то, конечно, мать в шоке. Там мать может быть такая же, как эта женщина. Я не знаю. В общем, я вчера в шоке была. Ее так послушала. Ну, такое несет. С приветами все. У нас любовь. Ну, у тебя может и любовь. У него какая любовь? У него только материальная любовь. Материальная сторона. Так что все это такая ерунда. У меня подруга есть в юности. Так вот, мне всегда попадались парни постарше, а ей всегда попадались помоложе. Вместе учились в медицинском училище в то время. И вот что с ним делать? Денег у него нет, родители не дали, например. Это надо его там кормить, поить, да? Водить в кафе, покупать ему мороженое, там так далее. Не знаю. Я говорю, зачем оно тебе надо? И потом, в конечном итоге, она вышла замуж, и у нее муж был тоже, насколько, лет на 10 моложе, наверное, было ее. Сейчас они уже развелись. Вот так она говорит, Цветан, я сама себе покупаю и колготки, и косметику, все в дом, кредиты она все оплачивает, все ради чего? Ради того, что у мужа смазливое личико. Ну и что дальше? Что мне с этим личиком? Я прихожу домой, извините, после работы вся уставшая, да? И понимаю, что у меня там лодырь дома лежит на диване. Да нафиг он мне нужен? Не, у меня сразу проходит вся любовь, я не знаю. Все, я уже этого мужчину не буду уважать, не буду все. Как бы я его не любила, если он ничего не делает для нашей семьи, для меня, все, у меня все сразу проходит, вся любовь, все, до свидос. Поэтому, я не знаю, мое мнение такое, у меня никогда не было молодых мужчин, и мне никогда они не нравились, потому что я понимаю, что какая любовь может быть. Понятно, что он меня будет использовать? ради бога. Когда-то у меня был аккаунт на сайте международных знакомств, я с мужем развелась и сделала себе аккаунт на сайте международных знакомств. Так вот, там писали миллион смс, миллион пять смс там приходило в день. Разные придурки пишут же. Из этих придурков надо же выбрать более не менее нормально. Вот. Я так их просматривала там, никому не отвечая. И вот один хлопец там тоже ко мне прицепился. Мне в тот момент было, наверное, лет 36, 35, а ему, наверное, 21. 21, 21, 22, не больше. И вот он мне пишет, пишет. Ну, я же ему там отвечаю по-дружески. Там, привет, как дела? Что ты сегодня делал? Он там был на учебе, туда-сюда. А потом уже он начал заливать. Ой, ты мне так нравишься. Давай встретимся. Я вообще не отвечаю. Вот. И так он мне писал, писал. И в конечном итоге думаю, ну, что же он хочет? Это ж точно попроси денег. Точно. И тут он мне пишет. Ой, ты знаешь, у меня так мама заболела. Все. Ребята, я была в шок. Я просто ожидала этого. Я ждала. Я думаю, когда же он напишет? Это дитё. Когда же оно напишет и попросит денег? И он мне пишет. Ой, у меня мама такая больная. Срочно нужна операция. Кстати, кто сидит на сайтах международных знакомств, будьте очень осторожны. Потому что вот так вот разводят женщин. Я ему, естественно, сразу написала. Так, малыш, я говорю, иди работай. Или одалживай, потом отдашь, говорю, на мамину операцию. Значит, будь здоров ты и твоя мама. до свидоса. Сразу в блог. Нафиг он. Да он мне вообще нафиг был. Не нужен. Так просто писал, и мне что делать это. Я читала его в дурости. Вот. Поэтому как только вот кто сидит на сайтах, как только вы читаете такие смс, вам приходят, что, например, или вы уже общаетесь с кем-то. И вот когда дело доходит до денег, все, это уже сразу в блог. Сразу в блог. Если там, например, вот одолжи мне на билет, у меня нет. Или там, там у меня сейчас проблемы нет работы. Одолжи мне денег, я тебе все отдам. Ни в коем случае. Ни в коем случае. Столько женщин попалось на вот эти вот уловки, этих аферюх брачных. Ни в коем случае нельзя одалживать деньги. Не покупать им никакие билеты. Никто к вам не приедет. Он просто эти деньги, которые вы вышлите на билет, заберет себе и пропадет. Все. Потом не увидите его аккаунт. Ни в коем случае. Так что, такие вот дела, девчонки. Не знаю. Напишите в комментариях. Вы согласны со мной, не согласны. Это мое мнение. Не знаю. Я так думаю. Все. Сейчас я буду завтракать. Потом я буду готовить курицу в духовке для нас с Владой. И спагетти я вчера покупала. Вот. У Халила есть еда на ужин. Вот. В общем, буду заниматься домашними делами. А вам все желаю, вам всем желаю хорошего настроения. Здоровья, счастья. Увидимся в следующих видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok